про бывшего ты сколько еще будешь рассказывать ты замечаешь как только он занимается начинаешь его описывать и хотя бы вообще не в этом вопрос был потому что он был последний что мне сделать хорошо что мне сделать что взять что-то что-то ты если понимаешь есть чек ничего не делал и он начинает делать что-то уже будет результат я не понял зачем я здесь когда я нихера не делал я говорю иди делай я зачем здесь иди сделай что-нибудь из чек не занимался спортом и и как попало идет заниматься спортом у него точно станут дела лучше в его фигуре ты вообще не три года не общалась с мужчинами закрылась и сейчас откройся ты что-то начнешь делать у тебя что-то начнет получаться я здесь зачем просто тебе сказать о том что иди что-то делай но мне не нужно что-то мне нужен хотя бы какой-то результат ну я не чувствую тебе искренности но это может быть во мне дело я допускаю может быть это моя предвзятость по отношению к тебе но я не чувствую искренности я чувствую наигренность какую-то там где-то агрессия право перебивание искренности не чувствую и более того я чувствую какое-то охреневание от моих слов вот что ты сейчас чувствуешь вот здесь ты смотришь на мне стеклянными глазами что ты чувствуешь непонимание почему это не непонимание это нечувство непонимание это нечувство что ты чувствуешь когда не смотришь стеклянными глазами я согласна что я там не делаю сейчас ничего но хотелось бы исправить как эту ситуацию это опять же говорит о том что я боюсь взять за свою жизнь ответственности там пойти делать ты пытаешься заметь я пытаюсь конкретизировать ты пытаешься абстрагироваться абстракции я не верю в себя я не беру это вода это общие слова любой человек в чем-то не берет ответственность любой человек в чем-то сомневается в себе любой человек в как-то там не любит себя любой вот что ты сейчас чувствуешь вот что ты сейчас ощущаешь что я занимаюсь это место получается сейчас это не чувство ощущение у меня такое это мысль вот и сейчас мы видим портрет человека который ходит психологу сколько полгода А чем вы там занимаетесь? Чай пьете? Хороводы водите? Человек, который ходит к психологу полгода, не может назвать чувства? Ну мы по факту не отношения сейчас, не отсутствие отношений разбираем. Это причина твоих отсутствий отношений, это причина твоей неискренности, это причина твоей фальшивости, которую ты даже не понимаешь, потому что ты не понимаешь, что такое настоятельство. Тебе кажется, в смысле, я неискренен. Я такая всегда. Так в том и дело, что ты всегда отсоединена от себя настоящей. Ты даже чувства назвать не можешь. ты мысль описываешь полгода ходя к смену я пойму ладно человек никогда не было психолога или три с половиной раза вопросов нет полгода хочу к психологу не может назвать чувства до любой психолог за 2 за 2000 рублей у это база то что он делает что ты чувствуешь что ты чувствуешь опиши чувства он учит любой психолог средний он учит человека чувствовать ну ярослав сказал что мне нужна работа с психологом с другим да мне конечно интересно как можно разорвать ну как не то чтобы отношения с родителями невозможно разорвать но трансформировать их как-то нужно и это как раз касается темы отношения так раз касается того что ты то что то что то что сейчас здесь происходит и твоего запроса хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн курс который называется мужчина честная инструкция по применению без драм и манипуляций первая тема это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать вторая тема это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор и третья тема это как создавать по-настоящему счастливые отношения где один плюс один равно 11 это уникальный курс авторский то что вы там услышите поймете узнаете осознаете вы не получите ни в одной книжке и не в одном платном курсе других учителей это увлекательный интересный курс без воды да я затрагиваю все эти темы для того чтобы поменять ваше мышление чтобы начали мыслить по-другому и ваше мышление новое приводило к вас к выгодным для вас результатом и к устойчивому благополучию поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе и я гарантирую что вы будете довольны тем что вложили в это свое внимание и время вот заметь как ты уходишь в сторону зачем ты пытаешься обобщить или найти еще какой-то ответ я тебе говорю какое чувство давай пустота я ни хера не чувствую не опустошение пустота я ничего не чувствую я не умею чувствовать не умею чувствовать а на самом деле я злюсь потому что не идет не по моему сыну не так как я себе это представляла но это неправильно злиться потому что я умом я понимаю софты хорошие хорошие но на самом деле я не нерациональную испыту злость злость а разочарование потому что ну да я и себе не так представляла я вообще никак не представлял я никак не писал вообще никак не специально не готовится чтобы не создавать никаких там ожиданий да ты при ты пришла потусоваться ты пришла что те скажут так вот сделаем кита на сайте знакомств вот сходи на три свидания и а у меня не по сценарию это не за что я всем один его это не шаблон я вижу человек и смотрю где узкое место чему нужны внимание но вот заметь предыдущие части она она тоже нельзя сказать что она соединена чувствами но она там признает да злость да я бываю злой да я там раздраженный то есть как-то легче шло а что аж у тебя как нет но в отношениях я точно нет 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 да еще 10 раз скажи нет причем тут в отношениях в отношении ты ровно такая же милая моя именно поэтому ты не понимаешь когда мужчина сливается если ты чувства назвать не можешь ты забудь про то что ты чувствуешь другого человека забудь про то что ты понимаешь что происходит между вами двумя даже если тебе дарят подарки говорят слова любви ты мыслишь по внешним факторам ну вот же он добрыми словами на глазами на меня смотрит подарок же подарил вот же сказал что я красотка ну значит наверно наше отношение все хорошо так слова и по и поступки эта поверхность а чувствование то когда я вижу за словами это когда я вижу за поступками и когда я вижу мотив поступка неважно плохого или хорошего или ужасного и когда я вижу даже за плохим поступком хороший мотив способен видеть и за хорошим поступком когда муж жене дарит машину и она выставляет instagram но никто не понимает а может он и изменил и так и скупает вину а не потому что он хороший муж хорошо как мне тогда распаковать так я тебе вот чё ты не хочешь распаковывать называй признавать нужно про признавать для того чтобы переходить на новый уровень нужно признавать факт признавать факт какой сейчас факт можно признать когда-то мы с подружками сидели на кухне обсуждали вот опять этого же бывшего извини меня не интересуют подружки меня интересуют твои бывшие мини ты уходишь от темы ты уходишь от темы систематически это о чем может говорить я фактах А ты об интерпретациях. Как стать глубже? Заметь, ты мне задаёшь энный вопрос, но когда я отвечаю тебе на вопрос, направляю, ты не слышишь и переводишь тему. И вот сейчас ты мне задаёшь вопрос 15 раз примерно, и я думаю, а зачем слышать этот вопрос и как-то идти на поводу этого вопроса, если она всё равно не услышит. Ты задаёшь вопрос, я отвечаю, ты уходишь в сторону. Ярослав, вот ты спрашиваешь, что ты чувствуешь? А если человек не может описать свои чувства? Не знает, какие бывают чувства, не понимает, что он чувствует? Отличный вопрос. То человек может так ответить. Я не чувствую, я не понимаю. Но он же так не отвечает. Так вот я говорю же, что я в ступоре и недоумение. Ну сейчас, получается, я спорю. Просто я пытаюсь разобраться, у меня что, всё нормально получается? Она же не говорит, я ничего не чувствую. Она уходит в сторону и как будто бы вообще как будто бы на эту, но как будто бы на другую тему отвечает. А я говорю, что нужно признать. Она не признаёт. Я от неё вообще не слышу никаких признаний. Я слышу только сопротивление и уход в сторону. Я очень давно хочу задать вопрос. Ему, наверное, уже 20 минут. Чего вы здесь собрались, да? Вы тут охренели? Ты сказала, что мама сказала, что тебе нужно выйти замуж за вдовца. Скажи, пожалуйста, милая, а если бы тебе мама сказала, что тебе нужно выйти замуж за маньяка-убийца? Как бы ты отреагировала? Ты тоже стала бы это слушать? Я послушала и задала ей вопрос. Говорю, а где мне его искать? До обеда на кладбище? То есть, если я тебе прямо сейчас, вот когда закончится шоу, приведу сюда вдовца. Да, свободного, классного, всё, как вы видите. Есть уже кандидат, да? Да, 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 да. Ну, это же не проблема сделать вдовцу. Уже подобрали. И представьте, как помните, что к шоу окна. Маме понравится. Маме понравится. Сосед вдовец. Маме понравится, мама будет счастлива, когда у тебя появится мужчина-вдовец. Всё будет классно? Ну, думаю... В каком-то эффекте бреда, наверное, да. Они в целом хотят, чтобы я обзавелась семьёй родителей. А ты чего хочешь? Да она не знает, что она хочет. Она думает, что она знает. Ну, вот как бы это всё... Я признаю, что я несозревшая. Я только вот сейчас начинаю взрослеть и нюхать эту жизнь, скажем так. Извини, пожалуйста, диагноз точно такой же. Ближайший год не жди нормальных отношений. Ты точно такой же ребёнок. Что мне сделать, чтобы в будущем, когда мужчина будет рядом какой-то на горизонте... В будущем пока не будет. А, ну, в... Ну, окей. А когда? Хорошо. А когда? Ну, как... Ну, дети же, они не могут быть в отношениях со взрослыми мужчинами. Может быть, и никогда. Такой тоже вариант возможен. Есть женщины и мужчины, у которых там от какого-то периода и до конца жизни и нет отношений, и не было... Ну, и не будет. В этом ничего плохого нет. Ну, это тоже вариант развития событий, который не стоит отрицать. Не нужно быть в иллюзии, что это невозможно. Может быть, я поэтому и ничего не делаю, раз я подсознательно понимаю, что я ещё не созрела. Я уже это не в подсознании, я в сознании понимаю, что... А на какие деньги ты живёшь? На свои. То есть ты полностью в Москве, работая... Да, снимаешь себе жильё. Да. Да. А родители на какие деньги живут? На свои. На свои. Как часто ты с мамой созваниваешься? Каждый день. А как насчёт созваниваться не каждый день, а раз в неделю? Ну, со временем приду к этому. Нет, не со временем, с понедельника. Хорошо. Так мама же будет злиться. Да, я объясню. Ну и что? Ты будешь испытывать чувство вины, и маме будет плохо. Мама из-за тебя будет страдать. Как ты с этим справишься? Не ожидала, что так всё вскроется. Знаю, в принципе, свои привязки и то, что есть некоторые проблемы.